Последние семь лет украинские власти активно рассуждают на тему вхождения страны в НАТО. По итогам недавнего саммита в Альянсе, постановили, что Украина сможет стать частью блока только через план действий по членству ПДЧ, если поборет коррупцию и выполнит еще целый ряд условий. По данному поводу, на пресс-конференции в украинском информационном агентстве «Голос Юй» выступил политолог Сергей Толстов, который проанализировал ситуацию и раскрыл возможность Киева быстро вступить в указанную организацию. Эксперт объяснил, что ПДЧ в последние годы проходят все страны перед вступлением в НАТО, однако сам ПДЧ не является обещанием Альянса обязательно принять ту или иную страну в свои ряды. Внутренняя позиция среди европейских стран заключается в том, что нерешенность конфликта на Донбассе — это серьезное препятствие, которое блокирует диалог о перспективах членства Украины в НАТО, но о присоединении Крыма к России — это второе препятствие, поэтому Украина не может вступить в НАТО, если в ее конституции записана «Автономная республика Крым», — отметил он. Толстов уточнил, что у Украины есть два варианта решения вопроса. Нужно либо восстановить территориальную целостность, то есть вернуть в свой состав утраченные земли, либо отказаться от претензий к России и признать независимость ЛНР и ДНР, то есть отказаться от Крыма и Донбасса. Какой путь выберет Киев, неизвестно, но происходящее вполне устраивает НАТО, как с оборонной, так и финансовой точек зрения. Он пояснил, что даже без всякого членства в Альянсе, 250-тысячная украинская армия уже считается потенциальным резервом блока. У НАТО недостаточно войск на восточном фланге, и ВСО рассматривается как элемент защиты на данном направлении. При этом основные издержки несет Киев, а Брюссель лишь дает ценные указания. Выгодно ли это для европейского налогоплательщика? Выгодно. Тем более, что речь идет о существенном увеличении военных расходов для 10 государств, членов НАТО, утвержденном на этом саммите, подытожил Толстов.